Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале! Я сердечно приветствую всех, кто решил поучаствовать снова в гречном марафоне. Он продлится от недели до 10 дней, и в этом видео я не буду рассказывать, как готовить гречку. Этому я посвящу видео, которое будет в понедельник, что называется «Гречный марафон старт». Сегодня суббота, надеюсь, смонтировать это видео сегодня же в субботу и сегодня же его выложить. А в воскресенье запишу видео о том, как часто можно есть. Ну, наверное, запишу видео все-таки о том, как готовить гречку, чтобы те, кто начал в понедельник, смог уже сориентироваться, если, допустим, будут брать гречку на работу. В этом же видео мне бы очень хотелось рассказать о том, чего вы сможете достигнуть за эти 10 дней. Я уверена, что большинство из вас из того списка, который я перечислю... Этот список, конечно же, основан на моем личностном опыте. Единственное, что я сразу могу сказать, я точно не помню, через сколько дней я получила подобные результаты. Но через 10 дней 50% из этого списка я получила совершенно точно, чего и вам, конечно же, желаю. Итак, я думаю, что очень много... Вообще, для меня было большим удивлением, что очень многие, да, ищут гречневый марафон, прежде всего, как способ похудеть. Вы, безусловно, похудеете, но вы должны себе отдавать отчет, что если у вас примерно 10 кг лишнего веса, либо того больше, за 10 дней сбросить их будет очень сложно. И за 10 дней сбрасывать какие-нибудь даже 5 кг – это очень-очень травматично для нашего здоровья. Поэтому гречневый марафон приведет, конечно же, большинство из нас к какой-то потере веса, но она будет очень незначительной. Я первую потерю веса ощутила, наверное, только через полтора месяца, потому что я много раз рассказывала, что на своем первом гречневом марафоне, добавив другие группы, добавив также, прежде всего, сырые овощи. Об этом я остановлюсь, я буду выпускать видео каждый день, уже начиная с понедельника, возможно, во вторник я об этом расскажу, как можно расширить гречневую диету, оставшись на гречневой диете. То могу сказать, что я изменение веса заметила, наверное, через месяц, а то и через полтора. А потом я очень резко похудела, я пришла к очень хорошему результату, с каких-нибудь 58 практически, возможно, когда я начинала гречневый марафон, я уже не вспомню, у меня было 57 800. Я пришла практически сразу, весь старт на весы, я получила 55, что для меня было идеально. Сейчас мой вес колеблется от 53 с чем-то до 54, допустим, 500, что для моего, скажем так, мироощущения, для моего возраста, для меня просто идеально. Это тот вес, который я не могла удержать, которого я не могла достигнуть, начиная, наверное, уже лет с 20. Уже лет с 20 мой вес составлял какие-нибудь хорошие 58 килограмм. После первой беременности я очень сильно похудела, потому что я не спала и не ела, как очень многие мамы маленьких детей. И вот тогда, в последний раз, очень ненадолго, мой вес был 55 килограмм. Итак, вы можете рассчитывать на похудение, но вы можете рассчитывать на гораздо большие и лучшие вещи. Первое, у вас поменяется ощущение вкуса совершенно точно. Если вы продержитесь на гречной диете, либо с комфортом ее проживете вот эти 10 дней, вы совершенно точно поймете, когда вы будете вводить другие продукты. Это прежде всего сырые овощи. Я рассказывала, как я попробовала морковку после гречного марафона. Она показалась мне очень-очень вкусной, как я попробовала петрушку. И на самом деле вкусовые ощущения действительно поменяются. После гречного марафона вот вряд ли вам захочется, если вы будете честны с собой, если вы не будете идти на поводу своих собственных стереотипов, о боже, я целых 10 дней питалась скудной, я бедная вся, похудела, побледнела, и волосы у меня скоро могут выпасть, и зубы посыпятся, и так далее. То есть, если вы не будете следовать этим стереотипам, а будете прислушиваться к себе, вы не вернетесь к булочкам и к печеньям. По крайней мере, это не произойдет сразу. Почему? Потому что, как очень многие говорят, я тоже склонна использовать именно эту терминологию. У вас очистятся вкусовые рецепторы. Вы будете ощущать сладкую еду, как очень сладкую, соленую, как очень соленую. Вам не будет ее хотеться. Но если вы будете честны с собой, если вы будете пробовать еду и прислушиваться к себе, соответственно, вкус – это то, что вы сможете почувствовать. Вот действительно, заново я вам этого желаю искренне. Это одно из самых удивительных ощущений. Из-за того, что поменяются ваши вкусовые предпочтения, они могут даже прямо-таки после 10 дней измениться, вы почувствуете, что вы больше не готовы есть теми порциями. Но это, кстати, нужно тоже все отслеживать. Как я часто говорю на гречневых марафонах, я основному чему научилась – это прислушиваться к себе, к тому, как я реагирую на ту или иную еду. Поэтому, пожалуйста, на всех этих вещах сконцентрируйте свое внимание. Вы поймете, что вы не хотите большие порции. Я начала свой гречневый марафон и сказала всем, что гречку можно есть, забегая вперед, скажу, в неограниченных количествах. Вы можете хоть тазиками ее поглощать. Каждый час можете садиться за тазик с гречкой. Но потом вы заметите, опять же, если вы будете прислушиваться к себе и будете честны с собой, вы будете замечать, что если вы не идете на поводу у той простой мысли, что вы едите одну гречку и где-то вы не доедаете, и что-то, чего-то вы себя лишаете, то вы начнете уменьшать интуитивно свои порции, как случилось со мной. Я это сделала совершенно безболезненно. Многие зрительницы, кто были со мной, сделали это тоже совершенно безболезненно и достаточно комфортно. Порции уменьшаются. Так вот, по завершении гречного марафона вы поймете, что вы не готовы больше есть привычные порции. Если раньше я могла съесть тазик салата, то я поняла, что тазик салата больше мне не нужен. На самом деле, это знаменитое яблочко в день. Как раз-таки к такому ощущению питания я пришла. Может быть комфортно, но действительно не все сразу. Все зависит от того, как вы питались до этого. Но порции поменяются совершенно точно. Отеки. Я человек, который не страдал отеками никогда, но могу сказать, что прежде всего, потому что вы исключите соль, гречку можно солить. Это, в общем-то, не влияет на результат очищения организма. Но я советую вам, опять же, если вы интересовались темой о вреде соли, почему вредна соли, очень многие думают, что соль задерживает в организме жидкость, и поэтому это очень плохо. Но основная проблема в соли не в этом. Поинтересуйтесь этим вопросом. Здесь я не буду даже об этом упоминать, иначе видео получится бесконечно длинным. Поэтому я рекомендовала бы и советовала бы, конечно же, без соли обойтись. Так вот, у вас уйдут отеки совершенно точно. Я говорила много раз, что я человек, который не склонен к отекам, никогда ими не страдал. Но лицо, вот действительно, после первых трех дней заострится, что называется, если вы еще массаж будете делать, лицевую гимнастику, то вы на своем лице результат увидите очень быстро. Вообще результат, он быстрее всего отражается не на боках, не на бедрах, не на животе, а как раз-таки на лице, и это очень воодушевляет. Поэтому отеки уйдут совершенно точно. Но много раз я останавливалась на этой теме, скоро запишу видео про антибиотики, как я к ним отношусь, что сказал мне педиатр, когда антибиотики нужно применять, когда их необходимо применять, когда можно подождать. Обязательно расскажу в своем опыте. Но могу сказать здесь вкратце, потому что видео недавно вышло на эту тему, нос у многих разложат совершенно точно. Кто-то говорит, что это происходит из-за отсутствия молочной продукции в рационе. Я именно к этому выводу пришла. Не упомянула в своем видео про детские антибиотики, что мне сказал педиатр по поводу исключения молочного. Он сказал мне, что нет никакой достоверной связи между насморком, между кашлем и молочной продукцией. Сказал он мне. Он вообще, у меня с ним очень хороший всегда диалог получается. Он сделал паузу и сказал, что возможно не само молоко и молочные продукты вызывают такую реакцию. А то, каким образом сейчас сохраняется молоко, каким образом выращиваются животные, что они принимают, чем они питаются. Вот это все могло повлиять на качество молока, которое в итоге пьем мы, пьют наши дети, мы современные люди. И соответственно, да, вот это может вызывать как раз-таки подобные реакции. Наверное, я запишу отдельное видео на эту тему. Много раз рассказывала, много раз упоминала. Для меня это тоже было удивительно. Поменяется запах пота, либо он вообще исчезнет. Когда это произойдет, это тоже произойдет достаточно быстро. Мне кажется, 7 дней достаточно вот такой гречневой диеты, когда меняется запах от тела. Он практически исчезает, либо становится удивительно, но он становится приятным. Ты начинаешь пахнуть по-другому. Мне об этом говорили мои дети, мне об этом говорил мой муж. На фоне того, что исчезают неприятные запахи от тела, ты начинаешь пахнуть по-другому. Наверное, на контрасте с тем, как ты пах, либо пахла до этого. На самом деле, то, что мы едим, кардинально меняет запах, который исходит от нашего тела. Помимо всего прочего, вы начнете просыпаться достаточно быстро. Это произойдет опять же на 4-й, на 5-й день. Я сейчас рассказываю о тех результатах, которые вы можете достичь за 10 дней. Вот подобные диеты, подобного марафона. Вы начнете просыпаться с чистыми глазами. То есть у вас не будет желания. И самое главное, у вас не будет необходимости пойти и умыться. Потому что никаких выделений на глазах не будет. У вас также очистится нос. И также, если кто-то просыпается с желанием прокашляться, и, возможно, ему удается это сделать, скорее всего, вы будете просыпаться с совершенно чистым горлом. Отследите тоже эту привычку. Потому что, когда все это уходит, ты на это не обращаешь внимания. Когда все это возвращается, ты тоже не обращаешь на это внимания. Мы не отслеживаем, что от чего зависит. Тем более, современный человек вообще не привычен отслеживать реакции своего организма на то или иное питание, либо его отсутствие. Последите, обратите за этим вниманием. На какой-то день у вас произойдет. Но это обязательно случится. Вам будет требоваться меньше сна. Это совершенно однозначно. Наверное, это произойдет ближе к концу диеты, ближе к концу марафона. Через 10 дней, да, возможно, вы уже почувствуете, что вам нужно просто меньше сна. Вы просто начнете раньше просыпаться. Вы будете это делать самостоятельно. Но здесь у меня все-таки есть подозрение, что это происходит через какие-нибудь 2 недели, а то и 3 недели гречневого марафона, когда все равно мы добавляем все-таки какие-то овощи свежие, термически необработанные. Но, возможно, если вы и до этого были склонны к достаточно здоровому питанию, к живому, так называемому, питанию, то через 10 дней вы можете рассчитывать на такой эффект совершенно точно. Вы просто начнете высыпаться за меньшее количество часов. Все отмечают, все, кто приходят на другое питание, отказываются от большого количества мяса, либо полностью от него отказываются раз и навсегда. Все, кто отказывается от молочной продукции, замечают. И, кстати, я не хочу сейчас агитировать никого отказываться от подобных продуктов. Я вообще убедилась на примере своей семьи, своих детей, своего мужа, что мы действительно по-разному реагируем на одни и те же продукты. Поэтому я ни в коей мере здесь не агитирую вас отказываться от мяса навсегда, либо от молочных продуктов навсегда, тем более, если у вас во дворе пасется ваша собственная корова. Нет, я говорю все-таки об опыте детей, об опыте, точнее, людей, которые приходят сюда на YouTube рассказать о том, что с ними произошло, какие изменения с ними случились. Прежде всего, когда они переходят на веганское питание. И могу сказать, что все отмечают, и я тоже отметила, это какой-то взрыв бодрости, энергии и так далее. Я как раз-таки на своем гречневом марафоне начала записывать по несколько видео в день, просто потому что у меня было очень много энергии, у меня было КПД, очень-очень, которое возросло, потому что я могла выбираться, себя привести в порядок, и на камеру улыбаться, и бодро говорить, и делать видео, что называется, с одного дубля. Поэтому могу совершенно точно сказать, что бодрости будет очень-очень много у всех, но, возможно, не сразу, прежде всего, если у вас все-таки было достаточно тяжелое питание, либо если вы предавались, опустились во все тяжкие, допустим, на новогодние, на рождественские праздники, вот тогда организм среагирует вялостью, тогда организм будет требовать и просить того, чтобы в итоге, того, чтобы в итоге всегда ему давали, к тому, чему он привычен. Потому что для того, чтобы организму перенастроиться, этому будет посвящено отдельное видео, как перенастраивается организм, как он начинает расходовать свои собственные ресурсы, прежде всего, из подкожно-жировой клетчатки все брать, что ему нужно и что он может брать, а, наверное, у любого современного человека есть, что взять из подкожно-жировой клетчатки. Так вот, сначала организм попробует, что называется, пойти по накатанной, по самой простой дороге, которой, прежде всего, вы сами этот организм, ваш, собственно, организм приучили. Он будет требовать и просить, будет вялость, будет головная боль, будет даже плохое самочувствие, раздражительность тоже, которые, в принципе, должны пройти через 5 дней, через 5 дней, потому что, повторюсь, произойдет перенастройка. Организм перестанет просить, он будет вынужден искать и брать там, где очень часто он, в общем-то, и должен брать. Это так, предусмотрены природой, механизмы предусмотрены природой. Мы сохраняем то, от чего не можем избавиться, чтобы избавиться от этого потом. Мы сохраняем то, от чего мы не можем избавиться, точнее, от той энергии, которая сейчас нам не нужна, тоже в подкожно-жировой клетчатке. И природа предусмотрена, чтобы мы ее расходовали, эту энергию сохраненную, чтобы мы ее, в общем-то, не накапливали. В недавнем своем видео я упомянула, что со смены питания у меня ушла совершенно незаметно для меня, если бы я не посмотрела видео другого автора, это сухость губ. Поэтому да, если вы страдаете сухостью губ, если вы страдаете сухостью кожи, вообще я часто говорю, что результат на лице отражается очень-очень быстро от гречневой диеты, потому что уходит какая-то микропигментация, уходят какие-то прыщики. Я вообще примерно на 5-6 день получаю эффект фарфоровой кожи, не преувеличиваю. Вот это микро-микро какая-то пигментация, следы, возможно, от застарелых прыщиков, возможно, какие-то новые прыщики, которые вот-вот должны появиться. Все это уходит, цвет кожи выравнивается, и поэтому вы увидите совершенно точно новое состояние вашей кожи, прежде всего, на лице, но и не только. Я много раз говорила, что, просидев на гречневом марафоне, уже даже не знаю сколько, возможно, войдя в него второй раз и выйдя, я летом совершенно случайно заметила, что кожа на предплечье меняется. Очень у многих, а у меня было годами-годами, была такая кожа, здесь я ее называла для себя гусиной, мелкие-мелкие прыщики были, их невозможно было выдавить, но они были очень ощутимы, под кончиками пальцев действительно казалось, что какое-то зерно там находится. Это было на обеих руках, на обоих предплечьях, поэтому сейчас я здесь темнюю совершенно гладкую кожу, чего и вам желаю. Кстати, кожа на спине также может поменяться, если там были какие-то высыпания, скорее всего, они пройдут вот в течение этих 10 дней. Ну и последнее, что сегодня мне бы хотелось упомянуть, вижу, что видео уже получается у меня очень-очень длинным, я не люблю длинные видео, я думаю, что зрители их тоже не любят, это как раз-таки тот интересный факт, с чего я начала, с потери веса. Если вам удастся потерять какие-нибудь 2-3 килограмма, если вы поменяете, повторюсь, свои вкусовые привычки и сохраните, допустим, более маленькие порции, более маленькие порции, меньшие порции в своем рационе, вы увидите, что тот вес, который вы потеряли, по крайней мере, это произошло со мной. Я потеряла, наверное, в целом на долговременной вот такой диете, несколько раз я входила в свой гречневый марафон еще раз, по весне также он проходил. И могу сказать, что этот вес, который... Могу сказать совершенно точно, что этот вес, который вы в итоге потеряете, это может быть совсем-совсем немного килограммов, какие-нибудь, повторюсь, 2-3, возможно, 5, как было в моем случае, точнее, произошло в моем случае, это вес, который никогда не вернется. Прежде всего потому, что вы меняете вкусовые привычки, вы меняете систему питания. Тот результат, который вы сможете получить, и самое главное, который вы сможете отследить и связать со своим питанием, возможно, он понравится вам настолько, что это станет для вас стимулом менять потихоньку, либо резко, у каждого будет свой путь после гречневого марафона, поменять свое питание настолько, что в итоге и килограммы потерянные, больше никогда не вернутся. Вы будете совершенно легко удерживать свой вес, потому что вашей целью будет не удержание веса, не сохранение вот этих заветных нескольких килограммов минус, а как раз-таки общее самочувствие, то, как вы выглядите, то, как вы себя ощущаете в течение дня. Желаю всем хорошего старта, увидимся очень скоро. Это видео, я думаю, что смогу смонтировать в субботу. Если так получится, я смогу его и выложить в субботу. В воскресенье я запишу обязательно видео про то, какой рацион, как готовить, как часто есть и так далее, и так далее. Если в воскресенье это видео не выйдет, обязательно оно выйдет с самого утра в понедельник. Увидимся очень скоро. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока.